Россиянам стоит готовиться к дефициту импортной одежды и электроники. Так говорят эксперты, проблемы в российской экономике серьезно отразятся на сегменте именно потребительских товаров. Также аналитики прогнозируют подорожание на 15-20% компьютеров, смартфонов в следующие полгода. Ну а как сейчас обстоят дела с российской экономикой, разбирался наш Андрей Дмитренко. С момента перехода экономики РФ на военные рельсы российское руководство отчитывалось о ее якобы стабильности и росте вопреки западным санкциям. Росстат заявил, что во втором квартале 2024-го зарплаты выросли на 12%, а Путин хвастался рекордно низкой безработице и годовым ростом ВВП на 3,6%, что больше общемирового тренда. Но, по словам экономистов, есть и обратная сторона. Еще год назад российские финансисты стали говорить о так называемом перегреве экономики РФ. Явлении, при котором она растет быстрее, чем позволяет ее структура. И это грозит необратимыми проблемами. За счет государственного инвестирования, государственных заказов в отдельно взятых отраслях, все остальные отрасли начинают очень серьезно страдать в рамках отсутствия рабочей силы. Вот все это на сегодняшний момент привело к тому, что прямой дефицит рабочей силы Российской Федерации уже подходит к 2 миллионам рабочих рук. И, скорее всего, эта ситуация будет усугубляться и дальше. Российские предприятия пытаются бороться с дефицитом кадров, повышением заработной платы. Но из-за того, что рост наблюдается в основном в сфере ВПК, это лишь приводит к снижению прибыли компаний и увеличению темпа инфляции, поскольку предприятия не производят больше продукции. Для борьбы с перегревом российский центральный банк поднял ключевую ставку с 16 до 18%. Традиционно это должно привести к уменьшению финансовой активности и сделать кредиты менее привлекательными для населения. Но сейчас это привело к обратному эффекту. Население, осознав, что кредиты становятся дороже, стало быстрее обращаться в банки. В результате объемы выдачи подскочили до 2,4 триллиона в месяц. В 2024-м рост продолжился, и тоже благодаря властям. С начала года они обсуждали сворачивание льготных программ, в первую очередь ипотеки. В июне объем выданных кредитов физическим лицам вырос на 13,7% из публикации издания «Медуза». Последствия такого явления экономисты оценивают по-разному. Некоторые указывают на то, что предприятия могут автоматизировать свое производство, чтобы избежать дефицита кадров. В противном случае они заставят своих сотрудников работать сверхурочно. Если говорить об экономике в целом, то эксперты отмечают, что эффект от накопившихся проблем можно будет увидеть в конце 2024-го. Даже номинально будет приблизительно нулевой темп ВВП. Но они будут рисовать 0,5, сейчас они рисуют 3,6, 2,9. На самом деле с начала войны ВВП отрицательные. Правда, падение небольшое, несколько процентов в год. В следующем году они уже не смогут тратить на войну столько, сколько в этом и в прошлом году. Жесткая политика Центрального банка отразилась также и на торговом балансе России. В апреле Центробанк РФ опубликовал прогноз на этот год, в котором говорилось, что импорт вырастет от 1 до 3, а экспорт на пол-полтора процента по сравнению с 2023-м. А в аналогичном документе от 26 июля оба показателя продемонстрировали снижение торговли по сравнению с прошлым годом. В ведомстве объяснили падение объемов высокими процентными ставками, ростом цен, а также проблемами с внешнеторговыми платежами. Андрей Дмитренко для телеканала Freedom.